Сегодня, друзья, мы обращаемся к вопросу о толковании Писаний на предмет такого понятия, как «жертва». И снова, в качестве введения, давайте вспомним общую картину, которая отображает следующее. Божий замысел, Божий проект, Божья миссия, миссию Дэй. Божий замысел, Божья миссия, если вы помните, собрать и сохранить Божий народ под Божьей властью, дабы он жил по Божьим установлениям в Его присутствии, в исполненном любви и святости, в установленном Богом месте. Мы уже рассмотрели ряд ключевых моментов этого Божьего проекта. Например, царство, завет, плен, покой, миссия, воплощение. А сегодня давайте сосредоточим свое внимание на теме жертвы. Итак, жертва и жертвоприношение. Мы коснемся только самых общих моментов. Вкратце проблему можно сформулировать так. Как святому Богу соприкасаться с порочным народом? Как святому Богу соприкасаться с порочным народом? Слово «святое» мы будем понимать в обоих библейских смыслах. То есть отделенный от всего, как создатель всего сущего, как творец, а не творение, кто подобен Тебе, Господи. Это первый смысл. И второе, как морально чистый, не оскверненный. Ибо Он знает людей живых и видит беззаконие, как говорит пророк. Итак, как же святому Богу прийти в соприкосновение с порочным народом, если Он замыслил собрать и сохранить этот народ в назначенном им месте, под своей властью, дабы они жили по Его законам в Его святом присутствии? Учитывая факт грехопадения, учитывая присутствие греха в мире, ответ один – посредством жертвы. Посредством принесения жертвы. Именно поэтому мы обращаемся к данной теме. Часть первая. Раскрытие темы жертвы. Здесь приводится рабочее определение, которое я заимствовал из книги «Пути нашего Бога» Чарльза Скоби. Довольно объемный труд. Эта книга из разряда тех, которые в совокупности, скажем, с книгой Джона Файнберга «Нет ему подобного», исследующей доктрину Бога, вполне обеспечила бы вам утяжеление для аэробики, ведь каждая из них примерно вот такой толщины. Итак, его определение гласит, «Жертва – это нечто, приносимое Богу, для поддержания или восстановления должных отношений между Богом и Его народом». Жертва – это нечто, приносимое Богу, то есть это приношение, преследующая цель поддержания или восстановления должных отношений между Богом и Его народом. Держа это определение в голове, давайте перейдем к подтеме «Жертва и грехопадение». Библейский текст 3 и 4 главы книги «Бытие». Что обращает на себя внимание в «Бытие 3»? Обращает на себя внимание то, что грехопадение породило у человека желание не общаться с Богом, но бежать от Него. В «Бытие 2» мы видим Бога, Который ходит и общается с людьми, в частности с Адамом. Адам выступает, так сказать, Его собеседником. Однако в «Бытие 3.8» на фоне нарушения запрета Божьего, отступления от Его воли, Его путей, Адам и Ева скрываются от лица Бога, бегут от Его присутствия. Общение сменяется бегством. Отсюда вопрос, как грешному человеку теперь подступиться к Богу за пределами рая. «Бытие 4», буквально следующая глава, показывает, какой из путей угоден Богу, а какой противен Ему. Эта глава содержит повествование о Каине и Авеле, детях Адама и Евы, «Бытие 4 стихи с 1 по 7». Как и с чем к Богу приходили они. У каждого из братьев был свой подход. У Каина свой, а у Авеля свой. Чем же они существенно различались? Ведь оба принесли Богу жертву. Оба совершили приношение. И дело не в том, что Каин принес дар Господу от плодов земли, а Авель – от первородных стада и оттука их. Главное, не в этом. Особенно, если обратиться к новозаветному комментарию этой истории. Из послания к евреям, 11 главы 4 стиха, мы узнаем, что Авель принес Богу жертву лучшую верою. Подчеркнул верою. Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И это, как представляется, отчетливо перекликается с Бытие 4, а точнее со стихами 4 и 5, 4 главы книги Бытия. Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Таким образом, в зоне внимания не только жертва, но и сам жертвователь. В послании к евреям, в 4 главе, мы читаем, что Авель принес жертву лучшую, нежели Каин, верою. Есть в данном тексте еще один ключ к пониманию. В Бытие написано, что Авель принес оттука первородных стада, что, возможно, нам с вами сегодня о многом и не говорит. Нам скорее мышцы подавай. Но в то время тук считался самой ценной частью, отборной частью, дорогостоящей. Если вы хотите подробнее исследовать вопрос о туке как о лучшей части животного, Почитайте статью Ричарда Бекуэрта. В новом словаре библейского богословия. Этой теме в ней посвящен отдельный раздел. И еще напоминаю вам, в ходе изучения темы не забывайте обращаться к соответствующим разделам в словаре библейского богословия. Если это жертвы и жертвоприношения, почитайте, что там об этом написано. Либо ретроспективно, то есть после обсуждения темы на занятиях в классе, либо предварительно, в качестве общего ознакомления, прежде чем мы приступим к изучению. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok